Пока политики спорят, как называть отключение электроэнергии в Крыму, блокадой, терактом или диверсией, жители полуострова сидят при свечах. Андрей Меркулов из Севастополя старается не унывать. Ну мы сейчас, знаете, думаем о таком варианте. У нас оно идёт так. Три часа свет есть, шесть часов нет. Мы будем ходить друг к другу в гости. Вот в каком районе есть свет, мы туда приедем в гости. Вот с девяти у нас появится, к нам люди приедут, будем у нас здесь сидеть. Посидим, чайку попьём. Когда будет свет, опять непонятно. В понедельник глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что ремонтные работы можно проводить только на одной оборванной линии электропередачи – Каховка-Титан. По его данным, другие линии нужно сначала проверить на наличие взрывчатки. В ведомстве считают, что планируются новые взрывы. В Крыму в понедельник действует режим чрезвычайного положения. Закрыты школы, детские сады и госучреждения. Магазины и банки тоже не работают. Очень возмущенные. Почему? Потому что у нас очень много сейчас плита на электросетях. У нас в данный момент нет, мы не можем в данный момент не помыться нормально, не умыться, не можем. У нас холодильники разморожены. Киев в понедельник приостановил поставки грузов в Крым автомобильным и железнодорожным транспортом. По сообщению пресс-службы, президент Пётр Порошенко предложил правительству рассмотреть эту меру ещё 4 ноября. Движение будет блокировано до тех пор, пока власти Украины не согласуют стратегию торговой войны с Москвой за полуостров. По словам премьера Арсения Яценюка, возвращение Крыма в состав Украины является основной внешнеполитической задачей Киева. Яценюк также заявил, на каждое российское решение об установлении эмбарго против Украины будет аналогичное украинское решение.